Здравствуйте, уважаемые гости канала! Последние события в мире все большее количество людей подводят к пониманию преимуществ распределенной сети энергоснабжения, когда домохозяйство запасают и даже самостоятельно вырабатывают электроэнергию в объеме, достаточном для комфортного жизнеобеспечения его жителей в период отключения сетевого энергоснабжения. В этом ролике я хочу рассказать о своем видении решения проблемы энергобезопасности домохозяйства – дома, квартиры или дачи. А еще данный способ обеспечивает автономное энергоснабжение в автопутешествиях и на природе. Именно универсальность в использовании и наделяет это решение рядом конкурентных преимуществ в сравнении с другими вариантами. Итак, обо всем по порядку. Развитие солнечной и ветроэнергетики стало возможным благодаря успехам в модернизации систем хранения электроэнергии. Последнее слово здесь – буферные накопители на основе лития. Для обеспечения домохозяйств с качественным электроснабжением при скачках напряжения или в период отключения электроэнергии, такие буферные накопители хорошо зарекомендовали себя в совместной работе с бесперебойниками. Обладая сроком службы более 10 лет и до 4 раз большей емкостью на единицу веса, чем свинцово-кислотные, буферные накопители энергии на основе лития с недавнего времени стали производиться в форм-факторе мобильных пауэрбанков в виде приносных кейсов, что существенно расширило спектр их использования. Благодаря такому формату они стали более технологичной и удобной заменой генераторов и особенно приглянулись любителям комфортного отдыха на природе. На текущий момент в мире представлено уже более полусотни различных моделей пауэрбанков, как с безопасным для человека постоянным напряжением 12, 24 или 48 вольт, так и переменным 110-220 вольт, в корпусе которых размещен инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный. Их размеры варьируются от маленьких кейсов весом всего пару килограмм, до больших боксов на колесах весом более 60 килограмм. Преимущества такой компоновки очевидны. Это удобство в использовании, особенно в качестве аварийного источника электроэнергии с напряжением 220 вольт, но они же добавляют в пауэрбанку лишние килограммы и в основной своей массе не имеют защиты по стандарту IP67 для работы в условиях повышенной влажности, например, вместе с лодочным электромотором. У поклонников автопутешествий и активного отдыха на природе популярностью пользуются приборы с напряжением 12 и 24 вольт для питания автомобильных холодильников, кофеварок, чайников и прочих бытовых приборов. А у рыбаков еще и лодочные электромоторы с эхолотами. Учитывая ограничения при использовании в условиях повышенной влажности напряжения 220 вольт, а также повышенные требования к габаритам, весу и емкости пауэрбанков, возникает вопрос, существует ли компромисс, при котором не нужно переплачивать за покупку двух различных устройств со встроенным инвертором и без. Предлагаю вам свой взгляд на обеспечение энергонезависимости как дома, так и на природе, который экономит бюджет. Решение предполагает открытую архитектуру, позволяющую подключать модули комплекта по отдельности, в зависимости от поставленной задачи. Итак, мобильный пауэрбанк в комплекте с зарядным устройством емкостью 3,3 кВт часа и весом 32 кг в пылевлагозащищенном кейсе на колесах. Также аварийный ввод резерва с функциями умного дома. Мобильный пауэрбанк имеет степень защиты IP67 и может использоваться на природе как автономный источник электроэнергии с безопасным для человека напряжением 12 или 24 Вольта, в том числе в условиях повышенной влажности. Для питания различной бытовой автотехники напряжением 12 Вольт и мощностью до 200 Ватт. В качестве тягового источника питания напряжением 24 Вольта и мощностью до 3 кВт, например, лодочного электромотора, а также для зарядки мобильных устройств. Для получения напряжения 220 Вольт к пауэрбанку дополнительно подключается инвертор, который легко крепится к его корпусу. Такое решение имеет ряд преимуществ перед генератором. Оно бесшумное и автономное, не требует запуска двигателя, отведения выхлопных газов и заправку топливом. При необходимости реализации полноценного аварийного энергоснабжения домохозяйства разработан модуль аварийного ввода резерва АВР. При отключении сетевого энергоснабжения модуль АВР обеспечивает переключение на аварийный источник питания менее чем за 50 мс, что незаметно для большинства моделей бытовой техники и электроники. При возобновлении подачи электричества АВР снова автоматически переключается на городскую сеть. Помимо переключения, автоматика, установленная в модуле, обеспечивает защиту проводки от короткого замыкания, технику от импульсных наведенных токов и повышенного пониженного напряжения, инвертор от перегрузки, а человека от токов утечки. Модуль предлагается в двух вариантах, один из которых оснащен функциями умного дома, что позволяет получать уведомления в приложении или по телефону об отключении подачи энергоснабжения в сети и о переключении на аварийный источник питания. Также отслеживать расход электроэнергии в приложении и управлять переключением источников. Функции умного дома помогут контролировать обеспечение дома электроэнергии, что особенно актуально для дачников, установивших газовое отопление, а также системы видеонаблюдения и сигнализации. Приложение можно управлять основным и аварийным источниками, находясь в любой точке мира. А также контролировать источники энергоснабжения дома. Для домохозяйств с постоянным проживанием функции умного дома помогут экономить на ночном тарифе. Для этого необходимо просто установить в приложении расписание включения и выключения сетевого и аварийного источников. И тогда буферный накопитель будет заряжаться ночью по дешевому тарифу, а днем отдавать накопленную электроэнергию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Появились вопросы, пишите. В новом выпуске я постараюсь более детально описать работу каждого из модулей. Всем спасибо, до новых встреч.